Доброе время суток! С вами Александр Дулина. Вот я в очередной раз зашёл в магазин для того, чтобы забрать картонную тару и деревянную, если она есть, и отвезти нашу червячишку. Вот, как видим, довольно много. Забираю сначала большую. Ну вот, как говорится, всё, что мог я забрать, то забрал. Теперь остаётся только погрузить всё в нашу помощницу и отвезти на дачу. Ну и там, конечно, разобрать эти коробки. Уже уже, поскольку я буду открывать улицы, погода такая дождливая. Ну и вот эти коробки тоже влезут, вероятно, сюда, но уже с включенной камерой. Наконец-таки немного разморозились листья, и я сразу же начинаю кормить наших дождливых червячков. Вот, вытыхнул из мешков. Вот уже это третий мешок, вот там четвёртый. Одеваю перчатки и, как видим, уже застелил. Положил сначала листья из мешков, вот, видим, положил картон, положил на картон всевозможные коврики, которые у нас есть. Ну и прежде чем укладываю листья, вот таким образом беру листья и небольшими такими жменьками укладываю их. Но прежде чем уложить их и встать на них, я сначала собираю весь все вот эти ленточки полиэтиленовые, которые остались от прошлогоднего картона. И, соответственно, укладываю их в ведёрко. И давайте же посмотрим, что теперь вот так, уложив листья, я их экономлю, потому что, хоть у меня там ещё есть мешки, в гараже есть мешки, но плантация земляничная большая, и, вот видим, ещё листья заморожены, я стараюсь их экономить. Теперь вот картон, который я сегодня вам показывал в магазине, я забирал, я укладываю на эти листья, вот таким образом подгибая боковые стороны. И теперь на этот картон могу с чистой совестью укладывать всевозможный синтетический укрытый материал. Ну, поскольку я уже ящики многие попилил, то каковым материалом являются вот такие половики. И я их вот таким образом расстилаю на картон, и у меня образуется не только кормовой слой, но и прижимающий слой из синтетики, вот такой, который не даёт картону летать. И вот так я по нему перемещаюсь. Что же у нас делается непосредственно вот под камнями? Давайте посмотрим. Вот, переворачиваю этот камень вот таким образом. Второй плиту, вот эту каменную, и видим, что червячишки под ними работают, и не один. Вот видим не только красных червячишек, вот их сколько здесь. И больших, и маленьких. Вот таким образом собираем то, что уже не подлежит поеданию. И, естественно, тут же сразу же вот этой моей живности. Причём довольно много уже мелких червячишек. Вот ещё крайний камень уберём. Видим, тут тоже много ленточек вот этих. Вот я нахерим их. Очервячишек. И тут же это дело надо делать в очках, потому что летит земля, когда я трясу. Вот они большие. Вот они совсем маленькие, дождевые черви. В основном не только аборигены белые, а красные черви мои. И вот таким образом ещё замороженные местами листья. Раскладываю здесь тонким слоем, экономляя их. И вот так вот всё дело обеспечено кормёжкой. Вся живность. Картон, конечно, я укладываю одной коричневой стороной. И тут же сразу на этот картон, чтобы его не сдувало ветром. Вот у меня есть полы очки такие нарезанные. Опять-таки всё это, прямо говоря, как называют, с помойки. Вот таким образом всё укрываю. И постепенно по этому половичку продвигаюсь дальше. Вот так использую каждую солнечную минуту, для того, чтобы накормить наших червячишек. А уже они обеспечат нам прекрасный, экологически чистый урожай. Как говорят, клубники или виктории. А где как? А на самом деле садовой земляники. Уж не помню латинского названия. Но, тем не менее, минимальный уход и максимальное сбережение влаги с максимальной выдачей витаминов и питания для земляники обеспечено. Сразу не стал показывать, но сейчас покажу, что вот этим ножом, складывая в несколько раз, вот таким образом разрезал очередной половик и тащу его к месту назначения. Ну, ещё разочек покажу вам, что же делается в недрах. Вот, как-то убираем сначала ленточки, которые легко убираются. Потом поднимаем. Вот, видимо, так если картон поднять, то подним сразу море червячишек. Вот они. Причём это те, которые вывелись несколько недель назад. И сразу, чтобы на них не наступать, я их посыпаю вот так кофе и кофейными фильтрами. И теперь даже если наступить, то они не прилипнут к ботинкам и никакого вреда для них не будет. Даже беспокойство. Наоборот, они среагируют бурно аппетитом своим на вот такую подкормку, которая стимулирует, как ищут наши человеческие инстинкты, то бишь, по-головому акту. Размножение, то бишь. Вот. Так ей надо заговаривать, но, тем не менее, факт, как говорится, на лице. И мы с вами это дело наблюдаем, поскольку именно тут было высыпано довольно много кофе. Вот таким образом. И, соответственно, здесь, как видим, вывелось максимальное количество потомства. и, соответственно, теперь мне на этот кофе нужно высыпать вот эти листья, и вы понаблюдаете. Это уже со стороны. Как же мне себя, любимого вам не показать. Ставлю на штатив и наблюдаете картину маслом, как говорится. Вот так вот. Всё. Дело установлено. Одеваю в поле перчатки и поехали. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил ДimaTorzok Добавил ДimaTorzok Продолжение следует... 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 И картон привезенный из магазина сегодня и на этой неделе закончился. Ну и время физкультуры моей, как таковой, тоже на сегодня завершено. Здоровья вам, благополучия и таких же успехов в выращении экологически чистого урожая вот на таком биогумусе, который производится дождевыми червячишками на месте, из листьев из города, которые привез, кофе из города, картон из города. И сегодня у меня утро началось с погрузки машины картонными коробками с двух магазинов, где их пришлось попереломать, чтобы все влезли или хотя бы часть большая от самых крупных по размеру коробок. И теперь я вот притащил кофе сюда, два таза. У меня есть три мешка листвы. Вот они здесь стоят. И я продолжу заниматься мульфированием садовой земляники или кубники, пока светит солнышко. Эти полоники я режу на дороге. Тяжелые они, мокрые. И складываю в тачку. Вот предпоследний половик порезан, сложен. Ну, а как режу, вот смотрим. Вот этим ножом, наступая коленом на коврик, и размеряю по 35 сантиметров полосы. Вот видим 35 сантиметров. Одеваю перчатки. Таким образом выглядит плантация клубники, то бишь садовой земляники, после двух дней моих физических упражнений. И теперь в междуряде клубники заложены сначала кофе с фильтрами. Вот как здесь рассыпано. Потом листьями, как вот здесь видно. Затем картоном и половиками разрезаны из разрезанных паласов и ковров. Вот такими дорожками 35 сантиметровыми. Ну и теперь только остается участок вот за этой каменной дорожкой. Вот из бордюров сложенной этим я уже начал немножко заниматься. Вот тут, как видим. И дело теперь только вот за этим участком. Примерно по площади равным тому же, что уже сделано. И на это пойдет завтрашний пятничный день. Ну и следующий скульптурный день. После чего перейду на плантацию. Вот на этой стороне дорожки. Вид сложенная из бордюров. Как видим, здесь тоже картон в восхудавшем таком состоянии. Ну и окончательно уже буду приводить клубнику в порядок. То бишь подкармливать кофе листьями и картоном. На участке с южной стороны нашей территории. Вот здесь, перед теплицей. А там под грушей. И с западной ее стороны. Вот тут, как видим, тоже у нас плантация земляники продолжается. И только после этого, вероятно, это уйдет целая неделя. Только после этого, конечно, если позволит погода, буду за ним продолжать заниматься сауной. Устанавливать вот эту трубу, остальную часть каркаса, утепление и так далее. Так что урожай клубники у нас всегда в приоритете. А физкультура на благоустройстве дома в последнюю очередь. Это у меня вчера закончились листья для эмульсирования земляники. И я сегодня привез полную машину. Вот видим, уже часть нагрузил в тачку. И сейчас повезу к месту. Еще мешок листьев вот здесь. И, как видим, картонные коробки, которые я привез из магазина вчера и сегодня, закончились. И теперь дело за тем картоном, который я запасал еще в прошлом году и, может быть, даже позапрошлом.